У меня только один вопрос. Как мы тачим? Да ладно. Ну почему? Ты что снегом обсыпала? Я не пойму. Получается, если там поздно, то запаска будет одно яйцо. Ты видела у него кубырата? Ходите, фоткайте 500 рублей, девочки, недорого. Ребят, всем привет. Хочу внести ясность по поводу текущей проблемы, которая у меня была с долгом. Как вы помните, последнее видео окончилось на минорной ноте. Я должна была полмиллиона рублей Евгению до 15 сентября. Сейчас 15 сентября, но по хорошим течениям обстоятельств я этот долг Евгению отдала благодаря тому, что поговорила с Андреем Викторовичем. Он владелец БГТ, он вошел в мое положение, понял ситуацию с трактором и перекрыл мой долг. И теперь головная боль ушла. Я никому не должна деньги, а с БГТ мы урегулируем вопрос чуть попозже. Сейчас реклама снимается, реклама выходит на моем канале, поэтому потихонечку я буду возвращать долг Андрею Викторовичу. И все окей. Ну а теперь переходим к тому, ради чего вы нажали на это видео. Смотрим продолжение реакции Гелика. Погнали! Очень много чего пошло не по плаву в сегодняшний день, ну как оно всегда и бывает. Но я не унываю, я просто сейчас, у меня ладошки потные, насколько я ждала этого момента. Ждала я его два месяца. Держала в голове, вынашивала план действий, как это должно все выгодить. И вот наконец мы в БГТ и я просто хочу уже увидеть его. Через тернии к звездам просто. Все? Он здесь, да? Да, да, да. Раз, два, три! Охренеть! У меня нет слов, у меня просто нет слов. Он такой мягкий. Видите, что у него даже пороги оклеены в этот плюш. И руль тоже перешит. Я так хочу на него сесть. В смысле, в него. Алькантара на потолке, на ручках. Потолок, вы помните, какой был? Какой был салон ушатанный. Просто все было максимально ушатано в нем. Слушай, ну сейчас его копье тоже крутое. Там его надо в барбершоп сводить. Здорово, смолой! Короче, ребят, меня снимает Игорян. Это оператор Дим, потому что Коля слег с короной. И он не знает всю историю про то, как эту пленку, ну пленку, будем ее называть так, плюш, сверлили на саморез. Я боюсь на нем выезжать в Москву. Я просто боюсь, он станет черным сразу же. Как теперь туда залезать, чтобы... Вот парни, знаете, они обычно очень трепетно относятся к своим порогам. И теперь я понимаю, как они на них смотрят. Они смотрят на них вот как на эти белые плюшевые пороги, на которые просто нельзя наступать, иначе все. Поэтому залезать будем так. Я хочу на нем прокатиться. Let's go! Как вы его мыть? Как его мыть? Здравствуйте. Вот хотели бы помыть у вас машину, но она такая трудная в мойке, скажем так. Мы ее обклеили особой пленкой. Подскажите, а вы мойте ковры? После того, какую мойку выбираете, конечно, есть комплексная мойка. И то есть в комплексной мойке можно будет помыть ковер. А какой ковер вы имеете в виду? Коврики из автомобиля? Нет, нет. Прямо вот машина, она стала ковром. Ребята, если вам реально интересно, как я буду мыть этот гелик, пишите комментарии внизу. Я буду чекать и, может быть, в следующей серии мы его реально помоем. Мы приехали сюда, не просто так. Здесь нас ждет Тома Жданова и хочу ей показать этот гелик. Точно Ждановой, может быть, Жданова? Hello! Так, мы увиделись с Томой Ждановой. Вы сами, видите, Ждановой или Ждановой? Ждановой. Ты был прав. Я скажу так, я сначала подумала, какие выезжать. Я подумала, что это искусственный снег. Или, может, пеной вы его залили. Напыление такое. Или это джилет. Это реклама джилета, знаешь, он такой весь в пене. И потом, чтобы его подрить вот так. Он везде не побритый, скажем так. Короче, посмотри, как у него салон стал. Ты что-то не позвала там, да? А тут пока что еще по гоночному, да? Ну, тут пока да. Это облегчение. Облегчение. У тебя же твой шкет был в каком-то... А, нет! Это не у тебя шкет был. Это у меня шкет. Нет, у тебя шкет, а у Тумана Насти, у нее же был он полностью в этом. В ковролине. Да? Да. Блин, Жека с ковром, там еще люст у нее висит. Да. Ну, это, мне кажется, уже через тюрьму. И, знаешь, прям такой гигантский. А, это не через. Да, это не через. А если сделать с блохим, это уже будет еще еще. В салону пока секрет, что там еще будет с картами такое. Я буду продавать гелик. В каком виде? Я ее пока не знаю, и мне нужно его срочно продавать, потому что я покупаю одному человеку один аппарат, и чтобы его купить, мне нужно продать гелик. Ну, мы ждем это тогда на YouTube-канале. Мне надо, конечно, забавным очень. Прям, вообще максимально. Вот даже просто его увидел, мне сразу захотелось так. А, что? Не зажглась так. Молодец, что ты смелые такие штуки делаешь. Вообще, никого не слышишь. Это неплохо. Давай обнимемся и... Ну, чисто объективно, ребят, что больше привлекает внимание, вот этот вот курик или такой мишка? Пишите в комментариях. Красиво уходим. А сейчас я еду показывать пушистика Аля Брулетовой, а у нее, как вы помните, новенький G63 розового цвета, стоимостью от 20 миллионов рублей и выше, что в 20 раз превышает стоимость моей гелия. Но, реально, какой подарок судьбы, что тогда я нашла его, и отчасти еще и подарок дома, потому что именно там я нашла объявление с моей гелией. И, блин, помнишь, как мы его долго искали? Просто жесть, как мы его долго искали. И, в итоге, большое счастье, что нашли. А, кстати, на Дроме самый большой выбор геликов именно в этом ценовом сегменте от миллиона рублей. Поэтому теперь я буду искать тачки только там, что и вам советую делать. Поэтому переходите по ссылке в описании, кликайте на Дром и находите свою тачку счастья там. И, блин, красиво на самом деле очень. Слушай, а это ковер, да? Это ковер, да. Настоящий. Просто ковер. Такой ковер. Ну, внутри я ковер один сделала, вот еще не стоят карты в дверей, вот тут такой ковер сделала. Класс. Я в шоке, я такое никогда в жизни не видела. Как вообще реагируют люди на твой ковер? Все на него смотрят, все спрашивают, а как вы его моете? А как его реально моть? Я не знаю, я еще не мою. Мне кажется, если его надо в химчистку, знаешь, сдавать, типа на полировочку такую с Ваней, чем-то драйв. Скажем так, пьянка, химчистка, там химчистка номер один, заходите на рекламу. Как его назвать, кстати? Пушистик. Я же говорю, пушистик. Ковер больше идет. Ну, ковер, это что такое? Как ты его тут откроешь? Я не знаю. Подожди, подожди, подожди. Нажать вот сюда. Вот так вот. Все. Видишь? Ребят, голосуйте, что круче, когда розовый гелик или когда он белый? Паши, паши, давай, 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 ура! Ставьте лайк, ребят. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста. Ну реально, посмотрите, ну вот это же надо было так сделать. Додуматься, да. Надо же было до такого додуматься. На следующий день БГТД делали пушистика, поставили дверные карты и теперь он был полностью собран. Поэтому мы выехали в центр покорять сердце столицы. Ребят, я в таком шоке, сколько внимания этот гелик притягивает к себе. Это просто шеесворачивательный аппарат на все 100%. И я не ожидала такой реакции. Я думала, что все будут хосо смотреть. Знаете, вот так вот из-под тяжка, как-то не уверенно, а все наоборот настолько улыбаясь смотрят. То есть эта машина несет такой позитивный вайп. Это очень круто. И я не могу поверить в то, что еще неделю назад я рыдала крокодиловыми слезами из-за этого гелика, из-за его покрытия. Из-за того, что я не смогу его вернуть в нормальное обличье, не смогу продать. А теперь я вся счастливая езжу в Москве, и у меня вот такие эмоциональные качели, связанные с этой машиной. Блин, спасибо тебе большое. Геля, ты просто супер. И вы заценили, какие уши. Причем уши мне делали не БГТ, мне их сделала моя сестра Мишель. Сама своими руками, представляете, сколько любви в них. А теперь я хочу провести маленький кратенький обзор по тому, что мы сделали в этом гелике. Вот и до. Ну, внешка понятна, я уже не буду ничего говорить. Поменяли тормозные, кстати, колодки и вообще всю тормозную систему. И я сегодня ее затестила при резком торможении, меня эта система спасла. Женя, спасибо тебе большое. Сделали полную реставрацию дверных карт, вставок. Помните, здесь был такой колхозный синий цвет, очень невкусный. А теперь здесь богатый, такой насыщенный цвет глупунди. Отреставрировали еще все кожаное покрытие на дверях. Сделали такой ноу-хау. Здесь все вот эти вот части, все эти рамки, они были, либо их не было, либо они потерялись, либо они были сломаны. БГТ сделали уникальную штуку, они вот так вот обрамили ручку, и теперь она красиво, вкусно выглядит. Руль теперь у нас выглядит вот таким образом. На нем был чехол, чисто как для бомбил, весь засаленный, невкусный. И сюда сделали еще кожаную обшивку с черной строчкой, и блин, это вообще бомбезно, и за этот руль теперь можно держаться. Отдельная любовь, это потолок. Без разводов, мягкий, красивый, алькантаристый, ну просто загляденье, реально. Ну и основное, мое самое любимое, это офигенского цвета сиденья. Кожа, просто пушка. Смотрите, нигде нету заломов, ничего, все идеально пошито. Кстати, после утопления у Гелика работает вся электрика. Тоже спасибо Жене, что ее восстановил. Здесь у нас алькантаровая такая письминка и заглушка стоит. А вы помните, а вы помните, какое родство здесь было? Просто здесь была дырень такая огромная, кратер, потому что отсутствовала колонка. Короче, здесь нету музыки хорошей, просто стоит заглушка в виде такой сетки. Но это хотя бы выглядит не колхозно. Мне музыка не нужна, я на этой тачке не музыку слушать буду, мне нравится его выхлоп. Этого мне, в принципе, достаточно. И самое главное, что меня реально поражает, как вы думаете? Вот как вы думаете, что меня в этой машине больше всего поражает? Нет ни внешка, нет ни внутрянка, нет ни то, что он выжил после первой же лужи на оффроуде. Больше всего мне поражает то, что БГТ сделала вот это вот все, внешку, вместе с салоном, они сделали за 5 дней. 5 дней. Я не знаю, сколько мастеров трудилось за двоим геликом, но реальный респект БГТ. Спасибо большое, что вы это все сделали. Конечно, у меня есть вопросы к вам большие, я была очень озлоблена на Андрея Викторовича. То, что я забыла про это, но не хочу сейчас просто портить это видео плохими впечатлениями и словами. Вот, но оцените по шкале крутости, насколько крутометр этого гелика зашкаливает в комментариях. Ребят, я очень жду, я делаю это для ваших реакций, так что пишите, что вы думаете. Вот прямо сейчас возьми свои руки, поставь их на клавиатуру и напиши свое мнение, и я это все буду читать. Мы приехали в обитель просто тусовщины всей Москвы, это Патриаршие пруды и как раз Пятница Развратница. И сюда я приехала не просто так, а показать тачку... Что, не тем ли? Привет, привет! Блин, офигеть! А он стирается? Как ты его будешь мыть? И в барбершоп его надо, и в клининговую компанию, и какую-то мойку, я не знаю, как мыть. Блин, это, вот это, настоящий гелик. Надо просто от производителя делать такие гелики для девушек. Блин, очень круто! Знаешь, в чем вы его обмелись? Ты не царапаешь ЛКП, ты можешь как угодно парковаться и задевать кого угодно, ты не поцарапаешь. Это ковер, да? Реальный ковер, да. Поздравляю, ты можешь так ездить? Да. Блин, столько улыбок я ловлю, просто жесть. И мне очень интересно, как ты его будешь мыть. Мне кажется, вам нужно написать в комментариях, каким способом, как вы думаете, его нужно мыть, или как будет мыть его Ангелина. Да, такая вот, знаешь, мы помоем губку. Да, губку вот так вот с тобой, вот такую стоять мыть. Ааа, секси-видео. А как клеили? Да ладно! Ты его клеила на шурупы? Да, я его присобачивала на саморез. Офигеть! То есть этот ковер теперь с ним одно целое. А его потом можно, да, вот вернуть? Нет, нет, нельзя. Здесь саморез, здесь саморез. И все, его никак уже не отштопать. А кого отшлепать? Отшлепать. Отштопать нельзя никак. Все, он на саморезах. А отшлепать нельзя? Отштопать нельзя? Нельзя, да. Отшлепать нельзя. Ну попробуйте, хотите? А как мы можем подметать? Я хочу просто подетально обучиться. Напишите в директ, вот, в инстаграм. Просто не келик, а тиндер какой-то получается. Дима, сори. Ну, шестый келик. Как бы хотите, фоткайте. 500 рублей девочки. Недороги. В тот же вечер Плюшика решили оценить инспекторы ДПС. Оценивали долго и дорого. Оценивали. Что за пешка яйца? А хотите потрогать его? У меня аллергия. На шест. Есть же 10 дней на, по-моему, переустановку. Совершенно. И сразу же с первого дня можно штраф получить? Совершенно. Телефончик могу уже получить. А зачем? Ну, такой Мерседес должен быть тоже ничем. А мне кажется, он такой женственный стал. Знаете, брутальность какая-то ушла у него. Я не слышала, что не сказали. Наверное, что-то мне. Вот если в следующий раз мне останавливается, что-то? Через 10 дней, если останавливают. Постановление вступит в законную силу. Это будет уже повторно. В суд. Там, возможно, не решать. Ребята, слышали? Поэтому сразу машины ставьте и переоформляйте. Правильно? Абсолютно приятно. Все. А можно в 5? До свидания. Ну что, на сегодня наш последний гость крайний. Это Ния Бойко, автор песен Гагарин. Мы как с луны упали. Все горят мы и на планетяне. Ну что, снегом обсыпала? Я не пойму. Ух ты! Это не... Блин, ты знаешь, я видела такую тему у Кали Дженнер давным-давно. И я хотела что-то подобное сделать, но подумала, что на мою тачку, как бы, это, знаете, не по блатному будет смотреться. Потому что это такой маленький маканчик девчачий, серая мышка на нем ездит. Вот такая вот. Но это... Это просто жесть. Слушай, громадная. Мась! Охренеть. А ты так будешь ездить, да? Ты попрекнул? Что, поставим уши? У него уши появились. Привет. Между прочим, мне приехала после двух концертов. Да, я выступила. Я сейчас это, видите, такая немножко. И что, как? Уставшее лицо? Да не, прекрасно. Да нормально все танцевали. Все было. Зашибись. Плохо Канты Класс. Сразу к тебе. Не качаем. Гагарина исполняла? Гагарина, нет, сегодня не исполняла. Ну, это был детский день рождения. Шоу. Обойдусь там моими треками. Еще не бенгерами. Да. Чувствую, знаете, вот после концерта прийти вот так самое, вот так лечь. И все. Как будто дома. Все думают, что дом это здание или хата чья-то. Но дом, он вот здесь, вот сердечки. Вот видишь, она мягкую сделала машину, уже просто как бы, ой, нафигеть зайчик. Приколись, а она уши сама делала. Кто? Мишель, моя сестра. Ты сестра? Похожая? Да. Ну, красивая такая же, как ты. Я даже не подумала сначала, что это сестра. Короче, вот я тоже в шоке от того, насколько это эмоциональный день. Просто все обращают внимание, все снимают, все фоткаются. И даже гаишники, мистеры гаишники тоже в шоке от этой машины. Ну что, ребят, следующий день. И я приехала на самое большое автотюнинг шоу, чтобы поставить туда своего малыша и он там красовался. Пока я ехала сюда, он у меня уже запросил бутылочку масла, я уверенно его ввела, все окей, тачка подготовлена. Еще раз напомню, гелик мы, конечно, не готовили прямо к этому событию, но было важно успеть к субботу и воскресенье, потому что сейчас здесь будет самый большой поток людей. И мне очень важно, чтобы максимальное количество людей увидело его, отметило и вообще распространило инфу, что вот такой мишка есть и теперь ездит на Москве. Поехали его ставить. Пока мы ставим рамки БГТ, я заметила, что вот эта часть, где решетка радиатора, она потемнела. И это, конечно, проблема. И совсем скоро мне придется столкнуться с решением этой проблемы, с мойкой. Ну то есть керхером это мыть нельзя, потому что это все отвалится. Как вы думаете, как бы вы будете на моем месте помыли? Шампунь. Шампунь. Шампунь натирать. Губкой такой? Ну да. А потом сушить феном. Но только Дайсоном, чтобы его шерсть, она осталась в такой же месте. Блин, так странно осознавать, что еще месяц назад он лежал в огромной луже и был утопленником. А сейчас он такой весь из себя белый. И салон, мне так нравится салон. Я в таком шоке. Даже ушел болотный запах, который был изначально в нем. Я сделала такие плакаты себя. Минутка самолюбования. И я хочу повесить эти плакаты вот сюда. Но есть проблема. Это окно не открывается. Ты что, как думаешь, как можно сделать? На гвозди копить. Как бы кто не понял, до сих пор эта тачка блондинки драйв. Блондинки драйв. Блондинки драйв. Блондинки драйв. Блондинки драйв. Блондинки драйв. Для этого гелика я не могу закрыть его со всех сторон. Мне нужно именно подойти вот к этой стойке на уровне с боковым стеклом. И сделать вот так. Очень много раз пошаманить. Окей. Вингардиум Левиоса. Патронус. Я тебя сожгу, если ты не закроешься сейчас. Это было убедительно, но нет. Тебе сейчас настигнет участь АМГ-жетилитвина. Блин, смотри, какие номера понтовые. Меня тачка не завлекла, как эти номера. Три пятерки и три семерки. Это же Лёхи Финкова, не? Да. Финкова в моторс. Это Лёхи Финкова. Который маляр. Давай ты типа еще раз это скажешь, но не на камеру, а мне. Я это повторю. И чтобы все думали, что я знаю, кто это такой. Охуенно. Монтажеры вот так и смонтируют. Полторы тысячи сил. Это был самый быстрый куракан в СНГ или в России. Но вот эта ласточка, она запускает больше всего. Молодец. Она, по-моему, еще прыгать умеет. Я всегда в детстве думала, что когда самолет садится, у него, как у тачек, раскрывается большой-большой парашют сзади. И только благодаря этому парашюту он тормозит. Поэтому ему нужна такая длинная взлетно-посадочная полоса, чтобы до конца остановиться. Я не знаю, почему у меня такое ощущение было, почему я так думала, но когда вот увидела это, сразу вспомнила о своих детских мыслях. На 20% ангел, на 80% дьявол. Вау! Я мечтала на этой машине прокатиться. Это же та самая машина из Форда против Феррари. Пссс! Узнаешь машину там? А, Бентли? Что-то знакомое, пойдем посмотрим. Да какой Бентли? Да ты чё? Я говорю вот о Тесле. Это чья? Это Варпачовская, что ли? Не-не, это... Или Варпач так и не достроил? Это Вилсакон. Что, грузим его на эвакуатор? И в Москву? А это чё такое? Чё за бескусица? Кто такой вообще мог сделать, а? Блэээ. Вообще классно, что в России развивается культура и автоспорта, и тюнинга авто. И на самом деле я была прошлым летом в Германии и ездила по всей Европе. И могу сказать, что нигде в Европе не следя за тачками так, как в России. Когда я пыталась найти хоть один детейлинг в Германии, причём около Мюнхена и Берлина, я ни один детейлинг не нашла. И ни одну мойку, которая была бы хорошей и могла бы отмыть, знаете, все эти мошки на лобовом и так далее. Это было очень странно, но это факт. Может быть, поправьте меня в комментариях, если я что-то правильно говорю и я просто слепая не могла найти детейлинг, но я лично на своём опыте его не нашла. Это Toyota? Toyota. Ну, либо Subaru BRZ, Toyota GT. И у неё морда от AMG GT. Прикольно. Сначала не поняла, а потом как поняла. А можно табличку распечатать или там поставить рядом, что трогать нужно? Нужно? Прям нужно трогать и заряжаться позитивом и мелотой. Её трогать можно. Трогать нужно и заряжаться позитивом и милотой. Потому что я просто понимаю, что мы за ней не уследим. Ну, прям напишите, что её надо трогать. Это очень важно. Окей? Тебе можно доверить? Ну, ты, пожалуйста. Трогать нужно. А, это ещё и записали на канале. Всё, я подписывался. Я приехала в фонд аренду. Показывать пацанам своего пушистого малыша. Сейчас буду смотреть на их акции. У тебя плюшевый гелик? Это плюшевый гелик, да. Блин, выглядит оно очень круто. Ну, по-моему, лучше, чем я думал намного. Лучше, чем у стриколовского было. Я уже прям вижу, как машине жарко от этого. Здесь слышишь, как дует фен просто. У меня только один вопрос. Как мыть тачку? Знаете, вешали на забор раньше и били такой, короче, веником. Это машина солнечного дня. Мне кажется, ты подсмотрела в автоприговоре у нас. Чем? Мы снимали в 2019 году в Германии автоприговор с Ильёй и свеклосками. Он там собаку делал. У него была машина-мышь типа. Ангелин, почему не сделала хвостик? Это бы добавила стокную лужку? Мысли? Вот он? Нет, ну, типа, чтобы он билять хвостиком может. Получается, если там хвост, то запаска будет одно яйцо. Нормально пушистый Мерс уже есть. Теперь надо сделать БМВ и обклеить его наждачкой. Наоборот, что-то. Ни хереться, блядь. Да, прикольно, что его реально хочется гладить, трогать. Тактильная, тактильная. Дима видел салон в ужасном состоянии. Сейчас салон выглядит вот так. Не, ну, как бы, конечно, намного лучше. Но старый елик, как бы. На потолок посмотри. А что потолок не в ковре? Потолок Алькантара? Блин, на нём попасть под дождь даже страшнее, чем на моих местах. А он на что приклеен? На клей просто? Сюда пальцы положите. Эрогенная зона? А-а-а! Просто на саморезы. Это тебе одно целое сделали. Сделай, Серёк, встал. Это шкура. Я езжу на шкуре, простите. Что? так что прошел сказал шкура пишите в комментах уфа свитер я не буду больше и до роза талаке у меня здесь такие ли вы мне не сексу в чипе перфи соотоле мама лико в нем не может в чат и в макаре 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 Что это за дичь? Это Шама, мой хороший друг. Расскажи про себя. Я Шама, ее хороший друг. Занимаемся фигней, как все говорят. Мы дрифтим, нас же дебилами обзывают обычно. Дрифтим, гоняем, делаем то, что не все делают. Ну, царь делает получше, чем я, конечно. Видишь, я просто стою, я глаживаю. Вот, это то, что я хотела. Как то, что ты хотела? Посмотри, я ее пачкаю. Понимаете, я только что асфальт трогал. Вот ты это продумала? Это дичь. Ну, я прямой человек, я тебе говорил. Но это круто, потому что ты хотела этого результата. Ну, не этого результата, наверное. Я делилась самыми своими мыслями на тему того, чтобы сделать его вот таким. Да, и когда она это сказала, типа, а как тебе Ким Кардашян тачка? Я сказал, это полный шлак вообще. Она говорит, я это сделаю. Ты меня еще больше подколол на эту тему, поэтому мне прям захотелось. И в этом вся фишка, дорогие друзья. Если вы хотите выделиться, и чтобы на вас все смотрели, то вот Ангелина сделала самый правильный шаг. Обращайтесь ко мне, я продумаю тюнинг вашей тачки. Это будет недешево, дорого и долго. Знаешь, сколько мы в закупе стоим? Сколько? 200к. 200 тысяч ковер? Да. То есть, получается, тебе цена вышла практически как полиуретановая пленка? Да, так это лучше, чем полиуретановая пленка. Я точно, если какую-нибудь тачку цепану, у меня никаких вообще следов не останется. А вот сейчас отвернись, отвернись. Не смотришь? Не смотри. А теперь пройди сюда. Чем бы дитё не тише, шо это такое вы мать, как это вообще? А тебе родители не сказали, что они отказываются от тебя? Они сказали, что я приёмная. Именно в тот момент, когда ты гелик показала. Тогда это правильная речь. А у всех такая реакция, что все подходят и начинают вот так делать. Да, все, кто даже не любит там на машине животных, они начали прям тискать его. Я был рад знакомству, на этом наши друзья познакомились. Все покапливались. Близко к сердцу только не воспринимайте, ребят. Машина понравилась? Да я его видел уже там на Патрике. А, сейчас Патриков за нами есть? Да. Ну чё, классно, вообще супер. Я первый раз такое вижу. А можешь потрогать? Как будто игрушечная, да? Да, 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 игрушечная. Ты видела, как у Бурата было? Не, не видел. Там пистолет у него такой. Не, я не заметил. На ремне было. Ничего себе, важный человек такой. Мы приехали к бате Тесел, к королю электрокаров СНГ. Конечно же, это Варпач. Сейчас мы будем смотреть на его реакцию на мой ДВСник. Пушистый ДВСник. Что за машина у нас на родине, а? Это, между прочим, мерсоводы. Привет. Привет. Охренеть, хочу сказать. Вы сколько у вас тут, блин, электрокаров? Здесь все вообще, здесь все просто. Это что такое? Сейчас просто Кири отыгрывает эмоции, кого там видит эту тачку впервые. Но мы же знаем, что ты ее видишь не впервые. Что ты почувствовал тогда, когда ты ее увидел впервые? Слушай, я заснял даже на видео, как я ее начал трогать. Действительно, ее, знаешь, ее хочется потрогать, ее хочется прямо мацать. И у меня всего лишь один вопрос. Ты же ее никогда больше не снимешь. А ты увидел? Конечно. Ты увидел саморез вот здесь? Да. И он не только здесь. По контуру? Где-то здесь или с другой стороны где-то. Да, 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 да. Щупалась. Мне интересно было, на что ты его присобачила. То есть это навсегда. Ну точно не этот скотч. Это навсегда. Да, это навсегда. Это одна целая тачка тебе. Мне Вася Великий сказал, что мне нужно забыть про эту обычную детейлинг-мойку. Мне нужно вот, где написано, знаешь, баннер такой. Клининг ковров. Вот туда заезжать. Да, 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 да. Ну вот как раз тебе нужен клининг ковров. Ну слушай, это намного лучше, чем было изначально. Это да, с учетом всех этих. Я смотрел. Я смотрел. Слушай, я не думал, что ты сделаешь такими. Я вообще не думал, что ты возьмешься за него. Следующий самолет давай, вот когда где-то там. Я считаю, можно там с Cessna начать, потом в Boeing тоже. Да, да. Я думаю, Boeing оклеить в ковер, это такого никто не делал просто. Мне кажется, это следующий уровень там с Kenny Waste какими-нибудь просто. Чисто, да. Чисто, да. Или там трейком, да. Мне кажется, это было бы классно. Боже, а рожа, да. Смотри, какой еще ноу-хау мне сделали здесь. Это чтобы не каждый понимал, что ты имеешь себя в балансе, и тут не видно. Удобно. Давайте табличку Tesla здесь подарю просто. Слушай, давай. А сейчас есть наклейка Tesla? Я бы наклеила. Есть, есть, давай. Так, у тебя сейчас три Tesla получается. Да, да, да. Кстати, надо было сюда ее припарковать, чтобы я не подумал. Пипец у тебя заначек тут. Могу подарить каждому просто. Есть белое, есть черное. Примерь потом. Спасибо. Видите, сувенир уехал. А я не шутка. Tesla number one. В потоке издалека даже не поймешь, что он из ковра. А когда ты приближаешься к нему, он приклеивает взгляд тем, что он шерстяной. Он какой-то шершавый, знаешь, какой-то он фактурный. Он какой-то вот, его реально трогать. Мне интересно было, почему ты написала, что его надо трогать на выставке? Потому что, это, знаешь, банально говорить, не трогать руками. А я тут поняла, что, в принципе, ЛКП уже никак не пострадает. Оно уже отжило свое. Ой, слушай, а он же намокнет и будет весить еще больше. Да. То есть булага, она же не уйдет, она же питается. Да. О, да. Это, знаешь, мокрый пес, который зашел у тебя в квартиру и бегает по всей квартире и потом еще и растряхивается вот так вот. Ты хоть раз плавала в одежде? Нет. Вот, короче, ты когда даже прыгаешь в одежде в воду, ты в этой одежде не можешь уже плавать, потому что очень много весишь. А сколько будет весить вот это все? Не знаю. Ну... Короче, здесь расход, видите, от влажности в воду. У него и так расход, не знаю, дакаровского КамАЗа. Я его заправляю там, проезжаю 100 км, заправляю его уже. Я не знаю, сколько он будет жрать. Очень много. Ни одна машина у меня не была, меньше 5 литров, и все они просто жрали больше, чем я. Поэтому, мне кажется, я до сих пор вот в такой форме, потому что я ничего не ем. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Мы увиделись с Юлей Гаврилиной, Юлькой Шпулькой, и сейчас я покажу ей свой гель. Она просто не знает, может что это будет какой-то сюрприз, но это реально сюрприз, и мне очень интересны ее реакции. Сколько раз я в этом видео сказала, что мне интересна реакция людей. Конечно, она будет офигенной. Ждите. Вы меня заинтриговали. Если там будет мой бывший, то это не сюрприз. Раз, два, три. Это твоя? Я тебе... Как мы это сделали? Вот так. Это твоя? Да, это твоя. Она реально вот такая меховая, смотри. Честно, я такого не говорю. Ты какая-то... Ха-ха-ха-ха-ха. Реакция... Нет, это как это так? Это просто, знаешь, ковер такой лютый, просто который у тебя обычно на полу лежит, он вот так вот теперь здесь все, машина в нем. Я хочу залогровать. А оно не спачкается? Она уже... Я на ней четыре дня катаюсь, и вот видишь, порожки уже так чуть-чуть. Но это отдельное видео, как я его буду мыть. Думаешь, на чем он крепится? На какой-нибудь... Типа, знаешь, двухсторонний, я не знаю, скотч. Скотч. Не знаю, скотч. Нет, а вот если ты сюда посмотришь, то вся тачка в таких саморезах. Просто наскользуется. А машину не... А я... А когда ты снимешь? А уже не сниму, я уже не сниму. Ты ее никогда не смотришь. Знаете, тебе будет это все? Нет, она все, одна целая. То есть она уже слита вот так вот. Это все, гелик на всю жизнь останется вот таким вот этой. Я в технике, я думаю. На Rolls Royce, наверное, обидно было бы делать так. Все смотрят, просто все глазеют, головы там спрашивают. Ну это круто. Это реально круто. Столько людей улыбается. Просто дети показывают пальцем. Они прям подходят и говорят, можно попробовать. Они так пробуют, прям начинают заряжаться позитивом. Это очень круто. То, чего я хотела добиться. Вы сами видите, какое количество эмоций и фидбэка дает этот гелик. И сколько людей радуется в виде его от мала до велика. Маленькие дети, взрослые люди. Все они улыбаются в виде его. Это дико классно. И да, конечно, вы можете написать, что почему вы не сделали его в идеал. Там где-то видны рыжики, где-то там он полусломанный, разваливающийся. Да, он такой, потому что он 98 года выпуска, ребят. И у меня не было цели его довести до идеала. У меня была цель сделать его таким, чтобы он вызывал эмоции. Это реально шоу-кар, который выполняет свою функцию. И спасибо большое вам, что вы даете эти эмоции, эту энергию. Возвращаете ее мне. И я, в свою очередь, мотивируюсь этим очень-очень дико. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. И самое главное, ставьте колокольчик, потому что в следующей серии мы приступим к мойке этого пушистика. Пока-пока.